Идёмте вместе в комнату, и я покажу вам свою картинную галерею, как я её называю. Вот начнём с фотографии моих родителей, мамы и папы. На нижней фотографии они не помоложе, а повыше фотография. Здесь уже за год до папиной смерти, 2011 год, они с мамой вместе. Это дочка моя со своей дочкой, когда у неё ещё был один ребёнок, сын школьник. А в шляпках дети наши ходили в детский сад. Я думаю, что у многих из вас есть такие детские фотографии своих детей. Саша и мы – это наши любимые внуки. В основном везде внуки, внуки. Мне нужно, чтобы я каждый день видела лица своих дорогих людей, хотя бы вот на фотографиях. Хотя наши внуки, они живут и рядышком, в квартире ниже. Каждый день мы видимся. Но всё-таки не хочется, чтобы многие фотографии были в альбомах или там в компьютерах. Мне нравится, когда вот так можно подойти, посмотреть, вспомнить какие-то события. Ну, как-то так. Конечно, вот эту основную рамку большую надо уже расширять. Хочется новые фотографии добавить. Я уже подготовила рамочки для фотографий моих дорогих свёкры и свекрови Царствие Небесное. И тоже сюда, чтобы они рядышком были, наши родители. А это место наших внуков, где они любят рисовать. Вот прибежит малыш из детского сада или Аделечка со школой. Они скорее рисуют. Мы даже не убираем их альбомы. Рисуют, пока родители их не позовут домой. Ну, это фотография нас с мужем. Здесь мы с мамой. Маме здесь 92 года с дочерью. В общем, фотографии расставлены у меня везде. И в гостиной комнате, и в этой комнате, на полках. Покажу вам фотографию, которую, ну, очень-очень люблю. Это наша семейная фотография, где мы дети. Вот такие ещё малые, так скажем. Нас здесь семеро, потому что старшие две сестры, они были уже с 17-18 лет и получали профессию в городе. Вот у папы на коленях мой брат Вова. У него с папой в один день день рождения, 24 июня. Завтра этот праздник. Вот, а малышка на коленях у папы. Это я самая младшая среди всех. Мама родила меня в 41 год, так что я поздний ребёнок. Вот у нас в семье пять девчат и четверо братьев. Ну, один вот старший брат, царствие тоже небесное. А здесь мама с моей внучкой. Так они к друг другу тоже нежно относились. А на этой фотографии 1948 год, декабрь месяц, свадьба моей мамы и папы. Их в 41 году подростками из Сталинграда эвакуировали в Сибирь, в Омскую область. Они с детства друг друга знали, в школу вместе ходили. Но мама была на полтора года папой старше. И когда они начали, стали встречаться. Мама говорила, ну, я же старше, а папа смеялся и говорил, ничего страшного, ты родилась до обеда, а я после обеда. Вот так и жили всю жизнь на фотографии. Что повыше, это серебряная свадьба мамы с папой. Вот столько лет этим фотографиям я вообще люблю черно-белые фотографии. Мама в цветном платье, видите, веночки в таком. Но это 1948 год все-таки. Как могли, так и наряжали себя, так скажем. Но все равно мама всегда говорила, все делалось по-человечески. Вот фотографии у меня даже в шкафу. Внуки мои, ну вот так. Родители, внуки самые любимые. В общем, все, кто есть, голубы верни. И встречаешься с глазами своих дорогих людей. Ну вот еще раз вернемся к этому стенду. Как я уже сказала, стеночки нужно расширить. Фотографии я подготовила. И вот Сашиных родителей мы сюда также поместим, чтобы наши внуки, ну они и так знают, конечно. Ну вот, чтобы мы все были так рядышком. А вас, мои дорогие, я благодарю за терпение, за ваши искренние добрые слова, пожелания, за нашу дружбу с вами. Желаю вам и вашим семьям, детям, внукам здоровья, конечно, успехов. Берегите себя и своих близких. Встречи наши обязательно будут. Я вас обнимаю. С вами был канал Галины. Радости, с любовью, с уважением к вам. Ваша Галина. Радости, субтитры, субтитры, субтитры.